Добрый день. Добрый день. Глеб, поздравляю вас с тем, что вы успешно прошли программу профессионумеролог. Спасибо. Расскажите немножко про себя, чем занимаетесь. Я частным предпринимательством занимаюсь и иногда хожу на работу. Ну, то есть не к себе, а еще как бы работаю, работу работаю и частным предпринимательством параллельно занимаемся. Очень интересно. Хлеб, какая у вас была ситуация на момент начала обучения? С чем вы пришли на курс, с какими вопросами? Пришел на курс, так как бы я и раньше таким интересовался. Мне просто хотелось, я как бы информации много читал, и мне это хотелось упорядочить в своей голове. Ну, то есть какой-то порядок, наверное, навести все-таки в голове. То есть я очень много информации читал, очень много книг, именно конкретно профессионально научиться. Я все время считал то, что если я просто читаю, то это не профессионализм. То есть мне нужно где-то отучиться или научиться, как правильно, то есть пройти какой-то курс. Ради этого я как бы пошел. Очень интересно. Были ли какие-то сомнения идти, не идти? Конечно, как у всех людей были сомнения, идти, не идти, потому что сейчас очень много, во-первых, неправды, очень много просто курсов ни о чем, очень много вообще взяли денег и все. И вообще тебе никто ничего не дал, просто кинули на деньги. Конечно, есть сомнения. Конечно, все как бы читал, проверял информацию, все. Почему в итоге рискнули, пошли на обучение? Ну, потому что мне этого очень хотелось. Ага, все-таки интересно было. Что понравилось на обучении, в процессе обучения? Ну, как бы понравилось все, но когда тебе хочется, и оно все и нравится. Учитель вообще супер. Светлана, она молодец. Она все доступными словами объясняет. Вот это как бы многое у учителя важно. Все нашим языком объясняет. И, ну, в принципе, как бы абсолютно все, мне все понравилось. Но я еще хочу дальше идти, то есть я маленький курс прошел, я обязательно пойду дальше, но чуть позже. То есть сейчас... Хорошо, а на сейчас, на сейчас, вот если взять в сухом остатке, на сейчас, какие уже важные для себя результаты вы получили? Для вас какие важные результаты в ходе этого курса? Ну, порядок в голове в своей навел. Вот это очень важно. То есть, ну, сомнения все равно есть у каждого человека. Я считаю, как бы ты не зарабатывал, чего бы ты не достиг, у нас все равно есть как бы некий бардак. Ну, пусть люди, ну, как бы люди стесняются об этом говорить. Я думаю, что не каждый может сказать, что у него в голове бардак. Но бардак может же быть там не в плане бизнеса, а там в плане отношений. Или там в плане воспитания детей. И, ну, в разных. То есть, я считаю, что люди должны наводить чистоту и порядок в своей голове во всех комнатах. Вот, как бы часть комнат я сразу убрал, а часть теперь я буду очень долго убирать, но я понимаю, куда мне идти и как мне это делать. Это интересно. Были какие-то трудности, сложности при прохождении? Ну, сложности есть всегда в обучении. Как бы тяжело в учении, легко в бою. Я думаю, что, ну, сложности все равно, конечно, были. Сложности были непосредственно мои сложности. А сложности само подачи учебы или там как бы текста заданий, то есть, они не вызывали. Сложность была моя лично. Вот и все. Которую, конечно же, я улажен. Конечно. Но вы уже уладили, потому что вы зафиналили этот курс. Однозначно, вы уже все уладили. Если выделить, что для вас именно конкретно, для вас самого ценного было. Вот раз, два, три. Самого ценного на этой программе. Самого ценного раз, два, три. Ну, порядок, который я приобрел. Мне очень, ну, как бы, то, что я хотел сказать, порядок в смысле того, то, что я, как бы, учения и мысли свои сложил в едино. Это первое. Вот это самое главное. То, что я понял, что это непросто. Ну, нумерология, это не игрушки. То есть, все-таки наука. Вот, как бы, я себе это закрепил. Это первое. Второе. Я не знаю. Для меня это было самое важное, наверное. Это было, ну, самое важное. То есть, я хотел все в один кулак закрыть. Вот эти все свои, как бы, ну, у меня там очень много было за и против. Я их просто, ну, сделал, что за, что оставил против, но уже, как бы, это с такой уверенностью это сделал. Вот, как бы, самое такое было для меня важное. Системность знаний, да? То есть, по-вы... Ну, да. Системность знаний, да. Что я вот не просто так разговариваю, бла-бла-бла. То есть, я уже, ну, как бы, уверенно говорю о том, что и оно, как бы, правильно, по-настоящему и рабочее. То есть, и вот такие вещи. То есть, и правильно получается, и по-настоящему ценно, и рабочее, да? Это тоже я могу сказать, что это ценно было. Так, правильно, по-настоящему... Ну, если по-чуть-чуть расшифруем эти слова даже, то это будет нам полезно узнать, что правильно для вас, что рабочее в итоге стало. Потому что, если до этого не было рабочее, а теперь стало, то это интересно знать. Рабочее, в смысле, у меня, как бы, были... Ну, да, я там в книге учусь. Начинаю, там, прикладывать к людям. Там не сошлось, там сошлось. Там, как бы, там работает, там не работает. Здесь, как бы, по этой учебе, а работает абсолютно все, абсолютно вся правда о людях получается. То есть, я, как бы, ну, без всяких промахов. Все четко и точно, если ты точно определи. Трактовки правильные получаются, да? Трактовки, да. О, это очень ценно нам знать. Это есть, как бы, ну, то есть, с тем, с кем я провел, а я, как бы, когда ты начинаешь учиться, ты очень, ну, как бы, этим живешь, ты очень много людей проверяешь. То есть, я за, там, за учебу в два месяца, я, ну, человек, когда у нас сто своих друзей, знакомых, всех, конечно же, всех, конечно же, как бы, ну, тестил, проверял. То есть, и все это рабочее, и, как бы, люди вот так вот смотрели и слушали. Класс, это очень интересно. Какие у вас, возможно, случались озарения по этому поводу? Может, вы что-то думали раньше, что это так, а на самом деле на обучении поняли, что это по-другому, что это вот так работает? Ну, прям конкретно я вам не могу все, там, да, наверное, много, озарения много произошло. Это и все, вся учеба, это и есть озарение. Вся, вся это, ну, все, что со мной случилось, это и было озарение. Я просто, знаете, вот, как бы, мужчины-то всегда должны быть успешными, зарабатывать, там, всегда они, как бы, мало, там, своих неуспешных. Как говорят, вот, ну, просто иногда и мужчина где-то сомневается, где-то, может, недоработал, там, я не знаю, по какой причине. Ну, то есть, у нас тоже бывают трудности в голове, мы их просто никому не озвучиваем. И иногда нам хочется вот как-то что-то понять, что происходит, то есть, проанализировать. И мне в моей, как бы, жизни, мне учеба это, и вообще это все направление, то есть, приносит радость, приносит просто, ну, удовольствие. И это как для некоторых футбол посмотреть и на рыбалку съездить, это для меня вот такое удовольствие. И плюс это еще и, как бы, станет моей, я надеюсь, профессией. И вообще, ну, мне очень приятно этим будет параллельно заниматься. То есть, мы можем сказать, что ваша жизнь после курса даже изменилась, ну, то есть, в какой-то мере. Конечно, со всеми происходит. Курс – это трансформация. Ну, те, кто правильно принимает информацию, то есть, люди есть же, как пришли, отучились, сказали, ну, там, или не отучились, или, как бы, говорят, да не, ну, это вот как-то вот сильно там завернуто, вот я как жил, так я и буду жить. Вот так вот, как бы, ну, мужчины, они же, как бы, все более-менее такие строго под копирку живут, там. Дом построил, дерево посадил, ребенка вырастил, все, все, я миссию выполнил, я на рыбалке, завтра позвоните. Ну, как бы, вот так же вот, ну, а я чуть, как бы, по-другому, и это мне помогает, вот такие вот вещи помогают, или вот такое вот познание, они мне помогают трансформироваться чуть-чуть в другого мужчину, как бы говорится. Ну, неправильно, наверное, сказал. Ну, мысленно, не, все, сбился. Ну, может быть, я не знаю, может предположить, что просто тому, что более, ну, того мужчину, который делает то, что ему нравится, получает удовольствие. Ну, да, свободным, наверное, от вот этих всех рамок, от вот этих, правильно, да, правильно вы подметили, от всех этих рамок свободным мыслью и действиями своими, то есть более как-то отпускаешь больше ситуацию, вот это, что вокруг тебя. Да, то есть ты больше направленно становишься работать на свою цель. Ну, и легче, скорее всего, будешь получать эту цель. Класс. Глеб, можно несколько слов спросить про Светлану? Как вы считаете, что Светлана может предложить вообще этому миру, людям, вот если брать в контексте того обучения, которое вы уже получили? Людям, ну, свободу, наверное, она даст всем. Когда ты познаешь хотя бы чуть-чуть своей дороги настоящей и будешь в этом уверен, то ты освободишься от многих нюансов. И свобода, это, наверное, самое дорогое, что есть у человека. И она помогает людям обретать свободу, как на меня. Конечно, здорово, спасибо за обратную связь. Хотели бы что-то от себя еще добавить? Да, я как бы, мне, ну, мне все приятно на самом деле. Я не знаю, добавить, добавить, что я могу добавить? Добавить по учебе или добавить вообще просто о нашем интервью с вами? Вы можете добавить что угодно от себя. То есть, если вам есть что сказать про обучение, про Светлану, про интервью, пожалуйста. Может, я что-то не спросил, вы хотели рассказать. Может, интересные случаи были с друзьями, потому что вы так сказали вскользь, вы многих проверили, смотрели, что такое большое количество людей, в принципе, вы проанализировали, и какой у них там фидбэк был. Я не знаю, мне, конечно, интересно. Ну, вы в целом сказали, что многие открывали рот. Это очень... Ну, просто, ну, я не знаю, что сказать. Я понял, понял. Классно, классно все было. Я получил свой кайф, я получил свое, можно так сказать, предназначение, да, не можно, а так и сказать. То есть, я много чего получил позитивного, и, вы знаете, настроение меняется, и вообще, и жизнь, соответственно, меняется. То есть, как бы много чего меняется. Будущим ученикам я как бы скажу вот то, что это стоит того. Надо приходить и учиться. Если этого хочется, то эта школа вам даст очень многое. И когда вы будете сюда идти, вы можете не сомневаться в этом. То есть, как я, там, много проверял, много информации, много всего смотрел. Если вы доверяете людям, то можете не заниматься этим, а просто подписываться, идти в школу и учиться. Класс. Спасибо, Глеб. Спасибо вам за интервью, за время. До встречи. Желаю вам хорошего дня. И до встречи. Очень приятно было. Да, до встречи на новых уже программах. Будем вас ждать. Да, скоро буду. Счастливо. До свидания. До свидания.